я всегда думала что секс гуру это девушка с большой грудью с красными губами с фалоимитатором на перевес но сегодня у меня в гостях секс гуру с ангельским лицом ангельским голосом еще у нее трое детей вот такой вот парадокс эта программа честное слово я маруся загорска в гостях у меня александра киреева женщина это чувство и она должна чувствовать в первую очередь как и хорошо как не плохо вы можете такой просканировать и понять вот у этой секса нет во первых начала принять себя с таким носом с такой с таким строением через физиологию утик в психику потому что все просто куда внимание туда энергия у нас говорят пирожок перчик и потом вот из этой вот из этого всего можно приготовить от какой-то там не знаю блюда возьмите свой указательный палец и вставьте в вагину и попробуйте сжать этот палец потому их конечно многие женщины сначала стесняются да как-то это сделать секс замедляет старение яичников в том числе это революционное открытие все запомните ну вот заведите себе мужчину для здоровья у них вообще-то четыре состояния уставший отдохнувший голодный сытый фантазия мужа это пышногрудая блондинка а ты худоногая брюнетка что делать надо сходить на энергетический массаж саж здравствуйте здравствуйте когда вас встречала сегодня вы сказали что вы многодетная мама и редко ходите в бар и поэтому вот немножко заплутали почему вы именно так себя позиционируете потому что мы вас приглашали как секс-гуру вас такое кодовое название было ну потому что это одно из предназначений женщины мать и я с тремя детьми сейчас себе не могу позволить выбраться в бар вы занимаетесь вопросами сексуального просвещения женщин вот вообще откуда такая идея возникла в 2014 году у меня естественно роды были за родами сексуальная жизнь с мужем не то благодаря супругу мы начали этот вопрос не более подробно изучать в школу много по интимной гимнастике но я работаю по системе вагетон и поэтому связавшись с ними я поехала на докторский курс была возможность и потом обучившись этому стала здесь преподавать как партнеру сказать женщине что что-то не то так чтобы там или мужчине чтобы это было не обидно всегда семейная жизнь строится на диалоге и на взаимодействии с мужчиной и должна быть откровенность в семье это такое же очень важное качество как там при уважении что-то лучше это я от близкого человека услышу либо мой муж пойдет искать что-то на стороне то есть вы все-таки это сделали в большей степени не для себя для него вы знаете сначала наверное углубилась в эту тему да из потому что вот он такой вектор до падал а потом когда я стала в это больше в глубину это необходимо каждой женщине чему именно вы учите женщин я учу женщин в прежде очередь это принимать свое тело и изучать строение в том числе своих ну интимных мышц мышц тазового дна потому что каждая женщина уникальна по природе и если там физиологию ходить у каждой разные разное физиологическое строение и чем раньше женщина себя потрогает пощупает тем познает себя тем не легче то есть нужно работать с четырьмя состояниями это с принятием женщина должна себя принять это расслабленность это зазерцательность это заземленность вот такое как раз качество как заземленная женская она символизирует что должен быть хороший контакт с телом то есть женщина это чувство и она должна чувствовать в первую очередь как ей хорошо как ей плохо и вот познав углубившись в эту тему до интимной гимнастики речи начинает понимать где у нее нервное окончание где у нее эрогенные так скажем точки ей легче уже понять себя и донести потом это партнеру проявлять физически любовь симпатию друг другу у нас россии это не принято но если вы приедете это на запад вы увидите что там люди взрослые спокойно целуются там при своих детях обнимаются как-то проявляют это но у нас я этого вообще практически не вижу у нас как-то это все табуировано бывает же семья даже все гладко и мирно до чтобы понимали даже у меня такой там воздушный и благостной женщины всякое бывает да и все зависит от состояния но важно например и потом сглаживать какую-то вот часть до какого-то конфликта в том числе а сгладить можно любое непонимание также вот обнять приобнять попросить прощения то есть слова извини никто нет меня вот так скажем у нас считается что если женщина например активно занимается сексом она любит свое тело она изучает свое тело что она распущена она внешне может быть распущена а внутри она может быть зажата ведь всегда бывает вот это внешне так скажем сексуальность это какой-то кича в глубине человек может быть зажат не очень понимаю как женщине изучить свою телесность просто потому что эта тема табуирована вот в 30 лет говорили что извините нужно только под одеялом и в темноте но риде опять же место где мы это можем сделать да это само себе мы не можем выйти в общество и там голым до пройти будем уж простыми словами то есть также например нужно просто дать книжку почитать откуда берутся дети и показать картинки то есть в 12 лет можно рассказать уже о том что такое именно секс а с какого вообще возраста нужно рассказывать ребенку о различии полог в широком понимании сексуальное воспитание но когда начинается но она начинается наверное уже 7 лет когда в школу идет у нас стыдность вообще секса начинается с самого объяснения потому что никто не говорит что есть вульва есть пенис у нас говорят пирожок перчик и потом вот из этой вот из этого всего можно приготовить какой-то там не знаю блюда ну дети они вас слышат когда вы с ним на равных говорите все таки вот я не за то чтобы вот эти слова как-то уменьшительно ласкательно логично показать картинку либо психолога грамотного конечно поискать который данный вопрос осветит если вы сами затрудняетесь открыто на эту тему говорить но опять же если ребенок проявляет к этому интерес потому что все дети разные все мы разные для кого-то те сексуальность по более в позднем возрасте до начинает возникать кажется парадоксальным что женщина которая рассказывает о сексуальности которая учит женщин интимным практикам что у нее трое детей а потом я подумала да нет это же наоборот логично как родителям вести нормальную здоровую сексуальную жизнь когда в квартире еще трое детей это опять же вопрос границ личных и дети должны видеть и наблюдать что папа и мама нуждаются в личном своем пространстве им необходимо вместе друг другу проводить время но подождать пока уснул и это за нескромные вопросы да у нас разные просто комнаты дети спят отдельно есть возможность да причем мальчик отдельно девочки отдельно вот так а как вы маме и бабушке объясняете чем вы занимаетесь я объясняю но я занимаюсь женским здоровьем вот и все женская пусть это я закрываю немножко женской йогой да то есть интимной они видят приборы может быть где-то но я это ничего не показываю так скажем на открытое открыто мы это не обсуждаем своей маме вы не не можете сказать мам слушай может тебе открыть твои чакры знаете своей маме я могу сказать чтобы мама вот у нас же женщин две проблемные зоны это живот и колени за годами да и я с этим сталкиваюсь при работе это работа с животом и с болью в колени так скажем и вот опять же своей маме могу посоветовать потому что поработать чтобы живот был тут значит в норме не было лишних килограммов почему это опять же болезни спины и это в том числе и просто тяжести внутри ну вот внешне эти тяжесть да если живот там большой крупный а никогда бы маме маме ну как бы не было такого что вы открыли такое тайное знание и захотелось вот чтобы самая дорогая женщина тоже к этому прикоснулась или вы считаете что это вот и и как бы ее зона это ее зона комфорта и они там сложны в праве уже мудрые взрослые или я считаю что человек должен с годами взрослеть и мудреть я определяется все таки жизнь у нас не количеством партнеров да качеством нашей жизни качество секс качеством все-таки качество важное слово а с каким запросом женщины к вам приходят запросы вы знаете разные как правило приходят и по рекомендации гинекологов приходят и приходят в том плане что вот зажатость чувствуют неуверенность в себе ведь начиная работать в том числе с интимными мышцами мы конечно идем как раз вот в познание себя возьмите свой указательный палец и вставьте в вагину и попробуйте сжать этот палец потому и конечно многие женщины сначала стесняются да как-то это сделать но это я придя домой все равно я рекомендую вот это проделать вы сейчас рассказали по физиологии физиологии это же только половина проблемы мне кажется есть еще такая а есть внутренняя зажатость она должна себя принять во первых сначала принять себя с таким носом с такой с таким строением через физиологию утик в психику потому что все просто куда внимание туда энергия то есть если в голове женщина пойдет изучать свое тело сначала так в области живота в области вагины то естественно потом она и психологическом смысле станет раскрепощенной но это невозможно изменение психики без тела это вот как вот по мне так это должно быть параллельно и очень грамотно нельзя заниматься только головой понимаете то есть только психологически только читать читать но через тело там через дыхание ничего не пропускать а кстати секс за 60 он есть и он нужен потому что у нас знаете как тоже в анекдоте домой я сосед по палате в этом доме престарелых говорит что у него секс каждый день но что вам мешает вы тоже говорите вы знаете что как говорится мы можем научить тому что имеем сами в том числе наших детей чему владеем сами да то сейчас я ситуация могу детям сказать погладь живот или подыши животом и сразу вот уйдет напряженность в теле также и до 60 заживем посмотрим но в общем блокировать сексуальную энергию нежелательно но к вам приходили не молодые женщины постарше чтобы ну вот они поняли что они там 50 лет уже прожили немножко вот знаете в 55 лет приходят клиенты за уже видя наблюдая что это влияет на гормональный фон потому что работа с интимными мышцами сказывается на вашем внешнем облике на вашей коже на вашем в яичнике то ваши то есть мы с вами остановить процессы старения не можем но мы можем замедлить эти процессы сейчас 21 век то есть секс замедляет старение яичников в том числе да это революционное открытие все запомните но секс понимаете то есть работа выработка гормональных в том числе половых функций да она влияет на женщину на внешность ее на внутреннее состояние возможно ли тогда секс без отношений без без любви при вот 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 просто в той концепции которой вы сейчас рассказываете без любви ну знаете это же тогда получается нет внутреннего качества нету близости вот что ли вот это которая нужна вот этого кайфа вот этого удовольствия ну вот все равно сейчас технологии детства в резиновые не знаю женщины приборы дасты к шопах но по мне они все равно не доставят столько вот удовольствия как вы будете обмены иметь с мужчиной нет но если мужчина есть но это вот просто как как у нас говорят ну вот заведи себе мужчину для здоровья ты изучила свое тело ты научилась физически получать удовольствие но этот человек с которым ты не находишься в каком-то контакте может быть в таком контексте как вы считаете ну вы знаете сложный конечно непростой вопрос тут каждый для себя должен определить что вообще он ждет от секса и что над близости ждет от вот этой потому что очень сложно видите женщины от отношений немножечко другого ждут чем мужчины да бывает и у нас у женщин привязанность больше мужчины полигам на это надо тоже признать но другой момент вот он может быть полигамен но если он уважает свою женщину все-таки с этой женщиной он должен развиваться ну сек вот по мне невозможно секс качественного хорошего секса без внутренней внутренней понимания друг друга тогда мы перейдем к категории с которой вы работаете мне кажется одна из самых любопытных это беременные беременные которые пришли к мастеру по интимным и сексуальным всяким искусством это это что такое зачем они приходят во первых я женщин беременных учу дышать потому что вот смотрите есть на опять же уйдем да в тело есть но без дыхания любая гимнастика любое освоение каких-то практик невозможно и женщина через опять же познание чем я через дыхание должна выдохнуть ребенка я ее учу и через дыхание мы можем воздействовать опять же на тело и на ментальность на внутреннее состояние и женщина приходит что я им говорю расслабить нужно рот дыхание ртом и так далее так далее чтобы проекция рта идет и вагина у нас все из головы понимаете нейронной цепи да и женщине я учу их чтобы они должны выдохнуть ребенка и более мягко войти в это состояние потому что роды рождения это очень ответственный момент для любого человека из новополагающих этот какой опыт женщина в первых родах до приобретет очень влияет на ее сексуальную дальнейшем жизни на дальнейшее этом желание иметь детей так далее так далее беременные женщины я просто знаю что занимаются кстати во первых очень многие мужчины отказываются заниматься сексом с беременными женщинами потому что потому что у ребенка на лбу будет тогда глубокая вмятина но влагающее в среднем задаю вопрос сколько длина влагающее многие женщины даже не знаю 12 сантиметров причем там получается разный угол наклона все не прямо да и просто нужно донести что в мягких позах если опять же желание партнер тут всегда должно быть в диалоге семейная жизнь это диалог и нужно изучить вместе этот вопрос так скажем и понимать что ничего если женщина получает удовольствие значит и малыши животике получают удовольствие все просто счастлив малыш счастлива мама а если как как в этом в старом анекдоте у нас с ним гарман гармоничные сексуальные отношения он не хочет а мне не надо если выход есть этой энергии в другое в работу ли или знаю в какую-то деятельность в другие удовольствия это же вопрос тогда они могут обойтись без секса то есть в принципе если налегать на сладенькое и нормально на работе фигачить то можно как бы и без без интимной жизни как-то противно и вообще нет без интимной жизни плохо потому что это опять же я вам вернусь к тому что это должна из базовых потребных вот одна из базовых потребностей человека потому что если человек блокирует какие-то сексуальные желания но если он здоров физически эмоционально это желание всегда равно когда-то возникает если он блокирует это потом во внешне может появляться либо агрессия либо недовольство собой там и окружением вот как-то это не может эта энергия быть без внимания как женщине которая родила ребенка принять свою новую телесность я сталкиваюсь тем что многие люди том числе женщины особенно после родов уходят грудное дыхание и вот это как раз вообще за это закрывают для себя даже вот эту зону даст чисто и я их возвращаю как маленькие дети говорю посмотрите на своих детей и начните расслабляться и начните дышать животом через мой путь в общем через тело так скажем женщина может как-то самостоятельно этим обладеть или ей все-таки нужен какой-то гуру который ей объяснит как это сделать она может и самостоятельно сейчас очень много информации главное чтобы грамотно была преподнесена эта информация и чтобы вообще они она может вместе с мужчиной вот это все с принятием своего тела также поработать муж на родах что плохо потом будет с ним все это все тоже индивидуально если вас готов мужчина вот перенести такой стресс мой муж все три раза со мной не ходил но например вторые и третьи роды он там через 10 минут уже был в палате все-таки для нас для нашей семьи к в конкретном моем случае да он считает что это вот такая закрыт немножечко таинства какое-то что это деторождение очень очень такой ответственный момент и он объясняет что я ничем тебе не могу помочь ведь в этот момент там подышим кто-то если рядом конечно кому-то спокойнее если близкий человек рядом это тоже облегчит для кого-то но для кого-то все индивидуально лучше побыть в этот момент одной у вас был мужчина конечно хуже не стало хуже не стало но это все индивидуально он же стоял за спиной либо сбоку ну да сбоку нам там напротив то место не было там слишком много людей специально обученных там в очередь только если да 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 ну поэтому сбоку ведь это нет такого что происходит момент беременности происходит раскрытие женщины да вообще природно женщины раскрываться мы рождаемся уже с определенным количеством яйцеклеток природа мужчины это накапливать и совершенствоваться когда женщины тоже приходит на мои занятия я им говорю и за дочерьми своими наблюдаю что девочки уже приходят вот просто наблюдать за своими детьми особенно за девочками вот мальчишек у сын да вот ему нужно какие-то задачи цели ставить вот немножко друг разное уже с детства если видеть вот эти различия то полегче будет слушайте вот конечно вы разбили все мои все мои предположения о том какая женщина обучает других женщин сексуальным практикам потому что я ожидала что это будет феминистка которая будет утверждать что цель женщины это получить удовольствие мужчина это всего лишь инструменты тут вдруг я вижу человека который говорит ну какие-то такие вещи близкие там к ведам к тому что женское предназначение там это быть плавной служить я все-таки не заслужение а за партнерство вот я все-таки за партнерство потому что когда люди уважают друг друга уважают границы уважают интересы друг друга ведь мы встречаемся порой с мужчиной он совершенно из разных семей из разных семейных ценностей но важно что чтобы вот эти ценности все равно в друг друге находили отклик и важно например заниматься собой потому что мужчины порой уходят на сторону изменять заводит любовниц потому что что-то им не достает в том числе в сексуальном плане с женой так скажем что это вообще порочная практика искать причины причину в себе выйти если мужчина пошел на сторону это большей степени говорит о том что он недостаточно культурен и плохо воспитан и вообще ах ты сволочи козел я считаю это диалог и мужчина и женщина должны разговаривать друг с другом в первую очередь и обсуждать любые проблемы обсуждать любые сложности и чувствовать эмоционально друг друга понимаете эмоционально ну вот мужчин вообще я когда вот сейчас углубляюсь дав знания читаю различную литературу мужчин вообще все проще у них вообще-то четыре состояния уставший отдохнувший голодный сытый то есть женщины важно сначала накормить а потом со своими желаниями подходить ну вот что говорится тогда то есть чувствовать друг друга необходимо его если хорошо накормишь он уснет просто и все там какие же желания ну надо же зажечь огонь все равно желание есть главное начать она бывает просыпается даже у сытого что касается уважение мне кажется что уважение друг другу в паре это не только договориться кто чего хочет услышать но и услышать кто чего не хочет вот как отказать мужчине нужно донести партнеру что ты чувствуешь и может быть даже на бумажке написать элементарные девочкам всегда говорю женщины освободите голову разгрузите и и каким образом это просто вынесите своей головы все мысли на лист бумаги и вот как ее также ему можно сначала даже написать этот отказ если вам сложно проговорить можно прописать вынести на лист бумагу бумаги потом сказать что либо ведь не обязательно сексом заняться можно сделать эротический массаж и чтобы он вам сделал да можно например получается выключить оральные ласки ведь если на секс нет времени можно чтобы удовольствие еще по-другому доставить конкретно этот вопрос тренируете у вас есть какой-то какие-то аппараты специальные ли это вы там я не знаю на банане делаете смотрите я конкретно специализируюсь на женской интимной гимнастике но я привожу тренеров вот из петербурга девочку провозил вверх по эротическому до массажу и если запрос в этом есть я на этом спицы не специализируюсь конкретно про оральные до ласки я просто рекомендую посмотреть видео грамотных тренеров которые это доносит то есть там можно сразу на мужа тренироваться да можно сначала на приборе какой самый самый необычный запрос у вас был на ваш какой-то такой вот частный тренинг может быть какой-то семья вас приглашала будешь 3 нет вот даже смотрите вот этот вопрос тоже очень важен нужно про в сексуальные фантазии друг другом до мужчина и женщин сейчас порно индустрия вообще там таких масштабах да у нас развивается в больших очень и дело в том что нужно сексуальной фантазии тоже проговаривать и посредством изучения себя женщина понимает в какой ей позе лучше сексом заниматься на желе на животе или либо на спине но смотрите а если фантазия мужа это пышногрудая блондинка а ты худоногая брюнетка что делать просто грудая значит надо сходить на эротический массаж потому что например в тренинге по эротическому массажу какая у вас там есть хитрость определенные какой бы размер груди у вас не был мужчина все равно у вас не почувствует саш спасибо вам большое за то что у нас тут немного просветили но вот это как раз та тема когда чем чем больше ты в нее углубляешься тем больше возникает вопросов сейчас вот недавно клиент провела исследование грица что-то мало людей проявляют как это сексуальности вот живость у них видно это наверное тоже вопрос что закрытость да какая-то в людях сейчас существует мне кажется сейчас наоборот вообще век открытой сексуальности если вы зайдете в инстаграм то там папа на папе и папа погоняет понимаете это опять же они в инстаграме сейчас же вы понимаете легче бывает пару вот вот так чтобы да к тебе кто-то а вот мы с рядом с мужчиной что-то там боимся приоткрыть или что-то нарядиться и вообще рекомендую в секс-шоп идти но некоторые женщины даже тяжело в секс-шоп могут зайти топ-3 покупки которая вообще каждая женщина должна сделать чтобы ее жизнь интимная стала лучше ну наверное надо купить эротический масса можно например начать с маски потому что когда мы закрываем глаза мы становимся как животные даже есть практики да когда люди просто закрывают глаза начинают двигаться и так далее то есть мы начинаем вот эти свои животные рефлексы до проявлять можно купить какую-то маку наряд до какой-то образ также можно купить и смазку какую-то например с этого начинать конечно если совсем нет никаких секс-угрушек с чего-то простого и доступного чтобы не шокировать там партнеров а потом уже понимать что вы хотите и чем дополнить